Обойти дом, пройтись по подъезду и спуститься в подвал. Такой ритуал регулярно совершает Ирина Шибаева, старшая по дому номер 18 по улице Георгия Димитрова. Она проверяет целостность установленных маркеров на трещинах и осматривает стены, не появились ли новые. Как отмечает Ирина, за последнее время одна из сторон дома несколько просела. Так как я проживаю в этом доме, соответственно, я как старшая, то есть я прохожу везде, всегда по всему дому и вижу изменения еще по стенам, по этажам. Беспокоясь о судьбе здания, жители обратились к главе города Елене Лапушкиной, которая оперативно отреагировала и встретилась с жильцами. Мэра смотрела дом с внешней стороны, спустилась в подвал, где оценила состояние бетонных свай. Вместе с жителями глава города зашла и в медучреждение, расположенное на первом этаже здания, поскольку работники тоже отметили некоторую деформацию стен. Заглянули в квартиру на втором этаже, где изменения заметны больше всего. Я понимаю, жить в вечном страхе крайне тяжело. Безусловно, мы займемся этой проблемой, чтобы не искать первопричины и решать вопросы. Но если вдруг у кого-то есть какое-то внутреннее напряжение, бояться жить, мы готовы предоставить маневренность. После осмотра глава Самары Елена Лапушкина поручила провести экспертизу, чтобы выявить причины осадки, а также определить, насколько это безопасно для жильцов. А самим жителям рекомендовала на общем собрании оформить заявку о переносе капитального ремонта, чтобы работы по дополнительному укреплению фундамента были выполнены как можно быстрее. Такое собрание проведут уже на следующей неделе. На следующей неделе мы планируем провести собрание жителей, собственниками данного дома. Вопросы будут подниматься. Это первое, переноса срока капитального ремонта, да, протокол нужен, и выделение средств за счет текущего ремонта, если жители будут согласны выполнить какие-то виды работ предаварийные. Сейчас управляющая компания уже начала поиски подрядчиков, которые проведут экспертизу и сделают проект работ, которые необходимы для улучшения ситуации. Глава Самары Елена Лапушкина пообещала жителям, что будет держать вопрос на контроле до полного решения ситуации. Андрей Горгуленко, Константин Головин, События.